всем привет решил записать про радиостанции такая сегодня споры жаркие были в чате вот всякая информация для страждущих меня три радиостанции это ручка аргут 2 переносная морская 3 стационарная морская вся эта история нужно для того чтобы общаться между собой и для того чтобы общаться с кораблями что здесь стоит рассказать начнем с того что рации у меня не зарегистрированы они просто куплены и поставлены значит стационар как самая дальнобойная на воде система морская соответственно антенна чек стоит длинная и мы морскую радиостанцию используем на речке для общения между собой и до того что все начиналось с наших корпусов варшанка 67 на 67 канал клубный поэтому мы всегда на 67 канале разговариваем между собой когда ходим по речкам и озерам если в море то может быть море соответственно также на 67 канал настроена у меня и ручная рация на 16 то есть это бофемка обыкновенный и чем нужен нужен он это при высадке на берег то есть когда допустим один катер пристал то есть я вот пристал каком-то местечку посмотрел на дно хорошенько для того чтобы видеть как движется лодка и не быть привязанным находиться в рубке берешь в руки ручную радиостанцию морскую и разговариваешь с лодкой которая приближается встает на швартовку спокойно без напряга то есть капитан рулит ты не даешь ему команда как заходить и как там подходить осторожно лево-право то есть в общем то это удобная штука и вполне себе рабочая схема то же самое делать можно по речке в целом но почему-то вот у меня изначально были морские радиостанции ручные и ручная речная речка привык к ручной морской и значит продолжаю и пользоваться стационар у меня с приемником аиса соответственно и стран кислирует на карпатер корабли реестровые то есть это помогает видеть их на ходу а то есть они отображаются там треугольничками соответствующими с курсами прочь то есть это такой замена не самая конечно стопроцентная то есть но именно замена радара да то есть вижу реестровые большие корабли на воде особенно в темноте это помогает не все реестровые отсвечиваются и проходят с аисом когда он у них отключен есть нюансы когда еще нужен аис аис очень выручает на шлюзах то есть видно достаточно далеко то есть примерно за час за два что ходит ходят ребята не быстро то есть за 10-12 километров я их точно вижу то есть мне подскока 10-15 минут а им там ходу час соответственно смотришь в район шлюза делаешь 10-12 километров видишь треугольнички соответственно понимаешь как когда чего куда подойдет примерно естественно видно даже кто в шлюзах находится тоже опять же видно и можно подскочить быстрее улучшает оперативность в этой части мне это тоже нравится и вполне себе устраивает вот и подробнее расскажу про на всякие регистрации значит соответственно как это влияет на аттестацию то есть когда вы смотрите на категорию и разряд то есть если у вас к 3 то для того чтобы получить удаление то есть там уже в к третьем удаление большое может быть у судна средства чтобы получить удаление достаточное для ваших задач вам необходимо будет оборудовать судно не только бортом высотой борта как это в четвертой категории высота борта является ограничивающим фактором для выдачи района плавания но удаление удаление то есть район плавания может быть озером да но удаление всегда определяется видимостью судна с берега и возможность с ним связаться как бы это смешно не звучало то есть эти правила они написаны опять же стар давние времена для вашего понимания 6 то есть 12 километров 12 километров это видимость горизонта с высоты человеческого роста то есть 6 миль дается судам по умолчанию да то есть которые подходят более-менее под категорию имеют размер высотный больше полутора метров дается 6 миль то есть потому что его в высоты человеческого роста видно да то есть если вы с берега наблюдают то если вы вдруг даете сигналы бедствия и прочее вас могут спасти потому что вас видно как только вы удаляетесь за 6 миль вас с берега не видно то есть мы еще раз повторю то есть вот почему такое такие длинные потому что это связано с радиусом земли то есть вот 6 миль морских это видимость высоты человеческого роста соответственно 12 миль дается удаление потому что 12 миль это достание до доставания радиостанции то есть морского морского диапазона то есть 100 наш 16 канал там прочее стандартные дальности дальнобойность с высоты 2 метра 12 миль то есть это 24 километра примерно это дальность работы радиосвязи с берега то есть вам дается удаление 12 миль потому что это дальность стандартная дальность 1 1 радиостанции на воде то есть 24 километра такая история то есть это удается это удаление соответственно если лодка меньше высоты ее нет допустим нет метра над водой нет полутора метров то удаление могут дать меньше если еще борт ниже то и район плавание зарежут и в этом районе дадут маленькое удаление удаление связано с радиостанцией напрямую то есть когда вы подаете документы и хотите чтобы у вас стояло удаление то есть вы заявление пишите что вам нужно удаление 24 мили допустим это были больше то у вас должна быть соответствующая радиоаппаратура то есть когда вы хотите плавать совсем далеко то есть сотни километров удаления то от вас потребует уже в ч связь до высокочастотную то есть того что она там была спутниковая связь там прочее то есть если вы по правилам регистрируете все эти вещи когда это потребуется по правилам зарегистрировано она потребуется в случае если вы хотите получить разрешение в плавание какие-то районы которые запрещены для прямого посещения либо допустим планируете какой-то переход через международные воды или пограничные воды где удаление требуется соответствующие то есть например березовый остров финском заливе куда допустим там лёша игнатов делал заявку и где его в общем-то береговая охрана оштрафовала за нарушение удален удаление то есть у него в судовом билете там 12 миль и соответственно он нарушил эту историю и пришли и сказали вы не могли сюда прийти потому что у вас удаление не позволяет по вашему судовому выписали ему штраф нарушение район плава вот то есть вот такие вещи когда вы согласуете то есть у вас в судовом билете должно быть соответствующее удаление иначе вам маршруты не согласуют и проходы не согласуют вот поэтому подготавливая судно вы должны это внимание обращать теперь касается сертификации сертификация радиостанции занимается главный радиочастотный центр даже сертификация заключается в изучении там этих радиостанций обычно их сертифицируют партиями или моделями называем моделям то есть соответственно в радиочастотном центре увидеть в списках много моделей которые можно приобрести также они сертифицируют и другие модели которые допустим там нет но делать это физическому лицу дюжин накладно то есть процесс сертификации сильно дорогой поэтому если вы не морочитесь сертификациями вам не требуется это ведь ставить на реестровые суда вам это не нужно поэтому регистровые радиостанции которые имеют сертификат реестр проходят подходит для регистрации радиочастотном центре они стоят дороже только из-за бумажки такая же модель без бумажки стоит дешевле то есть это все сертифицирует партии конкретные модели соответственно для регистрации уже ранее тестованные модели вам ничего не требуется ничего подавать не надо вы просто подаете модель они смотрят своих каталогов что эта модель проходила сертификации и соответственно дают вам разрешить ну регистрирует не дает разрешение регистрирует в чем заключается регистрация регистрация заключается в присвоении судну номера ммси и выдача радиопозывного то есть за вами закрепляется набор из пяти букв цифр какой-нибудь ю икс чего-нибудь 0 4 б 0 там как не так а вот и и длинный номер 16 12 или 16 символьный ммси который мы видим там на судах когда смотрим допустим на через них на 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 них через аис вот его можете зарегистрировать и прикрутить прикрутить передатчик аисы то есть вы в аис передаете ммси и передаете позывной канал на которой вы работаете соответственно для цифрового вызова то есть вам становится доступным цифровой вызов радиостанции когда вы получаете ставите передатчик аисы и получать им си ну и передача кисть необязательно когда получаете им си и вот и все то есть вам только для этого где работает цифровой вызов он работает на море на реке мы работаем на других частотах цифрового вызова там нет поэтому если вы ходите по реке заморачиваться с регистрацией радиостанции смысла никакого нет только в море это работает на морских радиостанциях соответственно что еще штрафы да действительно есть штрафы за не регистрат радиостанциях раньше это было достаточно жесткая вещь сейчас она тоже существует и законодательной базы есть соответственно судно есть на нем установленная радиостанция должна быть радиостанция зарегистрирована у вас должен быть радио позывной у вас должно быть удостоверение радиооператора то есть это все вещи которые необходимы по закону но по факту так как полномочий на штрафы выписан штрафов по этим статьям у гимса нет а им наплевать ну то есть они не могут выписать полномочий нет эти особо спариваются суды а на воде там роскомнадзор и и инспекторов радиочастотных центра нету позиция радиочастотного центра просто если вы на воде пользуйтесь в водный водными радиостанциями пожалуйста и живите себе спокойно то есть ну это отсутствие перерегуляторики ну и просто банально здравый смысл понятно что формально можно почему угодно тышкребаться но в целом у нас в стране и вообще во всем мире это такая история которая больше про безопасность нежели про надзор естественно мы говорим о том что нельзя использовать эти частоты в городе ну то есть на настройки там еще где-то ну можно использовать на воде пожалуйста на воде все пользуются там частоты эти разы к использованию разрешены поэтому пользуемся и работаем и соответственно и артистации и регистрации и прочие абсолютно не обязательны и но не то что не обязательно абсолютно можно работать без них вас никто не накажет просто наказать или нету или это не преследуется будет преследоваться Будем регистрировать, но, еще раз повторю, если мы регистрируем радиостанцию, получаем позывной этой радиостанции, то оператору тоже нужно регистрироваться и получать удостоверение о работе оператора. То есть вам нужно будет дополнительно пройти эти курсы. Эти курсы проходят парусники все, например, да, то есть они ходят в море, ходят в регатах, и им нужно, чтобы они были зарегистрированы. У них должно быть удостоверение, то есть они вместе с капитанским удостоверением шкиперским получают еще удостоверение радиооператора. То есть у них есть позывной, и все их по этому позывному в реестре позывных не существует. Поэтому вот так, такая вот справочка для того, для тех, кто заморочился по связи и что-то хочет с ней делать. Если есть вопросы, пишите, можем еще какое-нибудь видео запилить, чтобы было интересно.